Эксперты сейчас пытаются определить, что стало причиной исчезновения самолета. По данным Минобороны, связь была утеряна в ходе атаки израильских истребителей F-16 по объектам сирийской провинции Латакия. В это время Ил-20 как раз возвращался на авиабазу Хмеймим. Источники в сирийских органах безопасности сообщили об отражении ракетной атаки системами противовоздушной обороны в городе Латакия. Предположительно, удар нанесли военно-воздушные силы Израиля. По сведениям источника, под обстрел попали заводы по производству алюминия и бытовой химии, а также электростанция. Глава сирийской сети по правам человека рассказал, что во время этой атаки ранения получили 7 человек. Израильские военные заявления российского Минобороны комментировать отказались в пресс-службе армии обороны Израиля. Посоветовались с начальством, а затем ответили, что не комментируют сообщения из-за рубежа. Израиль уже не раз наносил ракетные удары по сирийской территории. Только за этот год было почти 30 атак. В сентябре несколько ударов по объектам в Тартусе и Хаме. По данным сирийских СМИ, тогда погиб один человек и четверо пострадали. На кого направлены израильские атаки, выясняла моя коллега Алена Пивкина. Израильские удары по территории Сирии явление отнюдь нередкое. Сообщения о них появляются в СМИ как минимум несколько раз в месяц. По некоторым данным, только за прошедший год израильские военные нанесли по Арабской Республике более 200 ударов с воздуха. Их основная цель, как заявляют в Иерусалиме, иранские военные объекты на территории Сирии. И пока они остаются на сирийской земле, Израиль готов пренебрегать нормами, установленными ООН. И наносить новые удары. Объясняя это якобы необходимой самообороной. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население. Районы аэропорта Дамаска, территории Алеппо, провинции Хама и Тартус. Только в сентябре сирийские СМИ сообщали, что в этих районах фиксировали удары израильских ВВС. По неофициальной информации, есть погибшие и раненые. По данным сирийского государственного телевидения, за весну и лето Израиль неоднократно атаковал аэродромы и аэропорты Арабской Республики. В Иерусалиме подобные сообщения, как правило, не комментируют. Как и гибель иранских и сирийских военных, которые становятся жертвами этих ударов. В феврале Израиль атаковал иранские объекты в Сирии. Но в ходе операции, в результате действий сирийских ПВО, израильский самолет F-16 упал. Пилоты выжили. Российский МИД тогда призвал обе стороны не допустить развития эскалации. Настойчиво призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии и других стран региона. В 2016-м военные Израиля неоднократно заявляли, что наносят удары по объектам террористов в Сирии. Однако по странному стечению обстоятельств, случайными жертвами снова становились преимущественно сирийские и иранские военные. О подобных ситуациях арабские СМИ сообщают, начиная с 2013 года.